Дорогие друзья, сегодня я предлагаю вашему вниманию разобрать следующую тему. Каким же образом Ною удалось собрать целую коллекцию животных в свой ковчег, и чтобы Ной, его семья и все животные могли пережить этот огромнейший по своим масштабам катаклизм. Ну что ж, тема Ноя и его ковчега самая распространенная тема и почва для критиков, для насмешников, для неверующих и для атеистов. Обычно тему с Ноем высмеивают самым, так скажем, крайне изощренным способом. И говорят, да как это так, пингвины что ли к Ною пришли и ржут над этим. А вот представляем мы как пингвины шли по лесам, по горам, преодолевали различные горы, скалы, чтобы добраться до Ноевого ковчега. Такого, говорят, не может быть. И как это Ной мог по всему лицу земли пособирать животных? Там в Австралии, там еще где-то, Китай, там Япония. Ну в общем все экзотические животные. Ведь согласно Библии, все, что имело жизнь после потопа, во время потопа погибло. Поэтому неверующие высмеивают и говорят, да как это так, со всего мира Ной смог собрать животных. Это нереально. Это нереально собрать всех. И поэтому они говорят, что Библия это сказка. Но хочу, как верующий человек, объяснить свою точку зрения. Каким же образом Ной смог же собрать всех животных? Ну, во-первых, когда насмешники, атеисты и прочие высмеивают Библию, они смотрят на мир с позиции того состояния, в котором мир находится сегодня. Давайте начнем с того, что современная география мира отличается 100% от той географии всего мира, которая была до потопа. Ведь когда вода поднялась по всему лицу Земли и затопила практически все, а потом, соответственно, вода сходила, то логично предполагать, что после того, как вода стала сходить, то она образовала новые земли. Она во время того, как вода затапливала Землю, 100% она полностью, вода перекроила всю существующую географию. Поэтому сегодня тот мир, в котором мы живем, это, так скажем, руины, которые остались у нас после потопов. Так что логично предположить, что новые образования, такие как горы и новые земли, появились именно после потопа и стали уже в дальнейшем заселяться как людьми, которые уцелели после потопа, так и животными, которых сохранил ноль. Ну и теперь переходим непосредственно к теме. В одном из предыдущих посланий, и не в одном, а в принципе в нескольких посланиях, я уже говорил следующее, что допотопная цивилизация была именно продвинутой цивилизацией. Конечно же, мы не знаем во всех деталях, до чего они достигли, но логично предположить, так как они жили до 900 лет, то знания накапливали грандиозные. А представьте, если в то время рождался, в допотопное время, не просто человек, а рождался гений, который мог жить 500, 700, 800 лет, то представьте, чего могли добиваться гения. И неудивительно, что Бог решил уничтожить мир допотопную водой по причине развращенности человека. И в чем же заключалась развращенность? Развращенность заключалась не в том, что они были блудниками или еще кем-то, иначе Богу тогда и современный мир пришлось бы уничтожить уже давным-давно, и причем уже раз в 200. Но мы видим, что грешный мир продолжает существовать, как до Рождества Христова, так и после Рождества Христова. Но суть заключается в том, что Иов, если вы откроете книгу Иова 28 главу, то там Иов описывает, так скажем, некоторые нюансы, которые существовали во время его цивилизации. На чем я хотел бы заострить акцент еще раз, на том, что во времена Иова добывали гранит. Это раз. Во-вторых, резали скалы, прорезали скалы. И в-третьих мы видим, Ной об этом не говорит, но в-третьих мы видим то, что сохранилось до сегодняшнего дня. Сохранились резанные скалы, сохранились даже расплавленные скалы. То есть из этого стоит предположить, что та цивилизация, которая была до потопа, могла смело резать скалы, могла даже плавить скалы, плавить камни, потому что очень многие следы работы, так скажем, не по неизвестным оборудованиям для современного человека, сохранились в скалах до сегодняшнего дня. И в камнях огромные мегалиты, гигантского размера камни, такие как гранит и другие твердые породы, просто стоят один на одном по несколько сотен тонн, достигая своим весом. Так вот, гранит добывается, как я уже говорил, тремя способами. Первый способ распространен, это подрыв скалы. Из того, что говорит ИОВ, что человек налагает руку свою на гранит и с корнем вырывает горы. Логично предположить, что во времена ИОВа могли использовать взрывчатку. Это факт. Ну потому что по-другому гранит не добывается, его голыми руками не добывают, и уж тем более голыми руками с помощью молотка и зубила гранит не обрабатывают. То есть здесь нужно электричество, здесь нужно специальное оборудование, и здесь нужна энергия. То есть логично предполагать, что они использовали какую-то энергию, благодаря которой они могли не только резать скалы, как говорит ИОВ, прорубать скалы, резать их, но также мы видим следы плавки камня. То есть что это было, нам неизвестно. Но мы видим, что Ной не был примитивным человеком, глупым, и также люди во время жизни ИОВа не были примитивными и глупыми, а вполне была мощная, развитая цивилизация. Но двигалась она немного иным путем. Недаром люди в допотопном мире считали себя богами. Богами, потому что жили очень долго, и достигали колоссальных знаний. А знания, как известно, надмевают. И именно по причине надмения и гордыни, именно это являлось развращенностью. Именно по причине гордыни дьявол был низвержен на землю. И именно дьявол обучал людей, на мой взгляд, со своими бесами, обучал людей всевозможным вещам, благодаря которым они впадали в гордыню, которая их развращала и удаляла как можно дальше от Бога. Ведь по моей, так скажем, версии, на мой христианский взгляд, основной причиной уничтожения допотопного мира была именно гордыня, которая и привела их к развращенности. А именно довела до того, что они стали считать себя богами. И ведь это факт. Древние считали себя богами. Да и сам змей сказал еще, начиная в книге Бытие, говорит, когда вы впустите от запретного плода, вы будете как боги. В принципе, цивилизация допотопна и стала развиваться так, что они реально считали себя богами. Поэтому развратились и Бог их уничтожил. Теперь мы немножечко описали фон и увидели фон, который был на земле до потопа, во времена Ноя. Так вот, тот мир, в котором мы живем сегодня, и все, что мы видим в окружающей нас среде, это, так скажем, последствия потопа. Ведь логично предположить, что когда окна небесные открылись, кстати, над землей находится небесная твердь, отделяющая воду. Поэтому я не верю в космос в той версии, как нам его преподносят, так скажем, современные ученые и насмешники над Библией. Мы видим, что во времена Ноя открылись небесные окна, и та вода, которая находилась над твердью небесной, Айов нам говорит, что небесная твердь, она подобна литому зеркалу. И вот из-под вот этой тверди, которая подобна литому зеркалу, начала изливаться на землю вода. Также, соответственно, подземные воды, которые были, стали тоже подыматься. И поэтому вся земля была затоплена. Поэтому логично предположить, что до потопа география земли отличалась существенно от той географии, которую земля приобрела после потопа. Ведь логично предположить, что когда воды постепенно сходили с земли и, так скажем, исчезали, то открывались новые земли после того, как сходила вода. Также сход воды и затопление мира водой. Соответственно, вода могла вымывать различные участки земли. В общем, грубо говоря, потоп Ноя перекроил мир. Перекроил мир, перекроил земли. Образовались новые земли. И вся география мира перекроилась. То есть, это тоже логично предполагать. Поэтому, каким же образом Ной, на мой взгляд, мог собрать животных? Так вот, я специально не буду высчитывать все даты, все время, сколько ушло на построение ковчега, сколько Ной прожил времени на земле, сколько дней продолжался ковчег. Я это оставлю для вас, чтобы вы эту математику сами решили, открыв Библию и почитали. Сколько Ной потратил времени на подготовку на строительство ковчега, сколько у него ушло времени на все остальное, сколько он прожил и так далее. Так вот, мы видим из того, что Ной прожил долгую жизнь, а также у Ноя было достаточно времени, чтобы собрать коллекцию всех существующих животных. Тем более, учитывайте, что цивилизация и мир был скроен абсолютно по-другому и не так, как сейчас. И я даже не удивлюсь, что во времена жизни Ноя, до потопа, допустим, не было снега, где-нибудь в Антарктиде не было ледников. То есть, мы четко видим, что мир был совершенно другой. И только лишь после потопа он изменился, он обновился. Это логично предположить. То есть, это без этого никак не может быть. Так вот, я считаю, что Ной, начиная со времени строительства ковчега и заканчивая строительство своего ковчега, имел достаточно времени, достаточно времени, чтобы собрать коллекцию животных. И я думаю, что во времена Ноя это для него не составляло огромнейшего труда. Так как цивилизация была продвинута во времена Ноя, вполне логично предположить, что Ной за несколько лет смог собрать грандиозную коллекцию животных. То есть, Ной был своего рода коллекционером, ну, говоря современным языком. За несколько лет строительства ковчега одновременно он собирал коллекцию животных по всему миру. Соответственно, у Ноя был, грубо говоря, если можно так сказать, домашний зоопарк. Вы просто учитывайте грандиозную цивилизацию и развитие человечества во времена Ноя. Потому что некоторые смотрят на времена Ноя, как на каких-то примитивных людей. И поэтому высмеивают и говорят, да как это примитивный человек по имени Ной мог бы там добыть животных. Ну, во-первых, он не был примитивным, он прожил не то, что вы живете 60, 70 или 80 лет. Ноя прожил колоссальный, по человеческим нашим меркам, отрезок времени. Поэтому знаний у Ноя было более чем достаточно, как собрать животных. Как собрать за все годы строительства ковчега коллекцию животных. Это раз. Во-вторых, логично предполагать, что Ной не собирал коллекцию животных из уже взрослых особей. Логично предположить, что Ной на ковчег с собой взял малышей. Он взял маленькие особи. Почему? Потому что за ними легче ухаживать. За ними легче смотреть. И они, соответственно, меньше едят. И, соответственно, меньше какают и писают. Поэтому Ною меньше приходилось, так скажем, заниматься, значит, чисткой навоза и всего остального. Плюс, я не думаю, что Ной занимался чисткой навоза и всего остального с помощью там тяпки или веника или каких-то там какого-то совочка. Учитывая, что цивилизация во времена Ноя и до его потопа была колоссальная, то логично предположить, что во времена Ноя все было довольно-таки нормально развито. И поэтому такой процесс, как кормка животных или чистить за ними вполне могло быть довольно-таки неплохо развито. Поэтому мы сегодня не имеем основания для того, чтобы не доверять Библии. Но при детальном ее изучении мы можем видеть, что то, что я сделал Ноя, вполне было актуально и сделано своевременно с учетом того, что сам Бог повелел ему строить ковчег, причем рассказал ему чертеж, каким образом его построить. Это раз. Дал несколько лет подготовки ковчега, а также дал несколько лет Ною, чтобы тот за несколько лет смог собрать нужную коллекцию животных. После того, как вода затопила наш существующий мир, после того, как воды постепенно, они же не за один день и не за два и не за три сходили, это логично предположить. После того, как начали образовываться новые земли, Ной должен был в дальнейшем также обеспечить сохранность жизни этих животных, выращивать их и для того, чтобы впоследствии после того, как они, значит, животные смогли сами вырасти и достичь, так скажем, возраста, где они могли бы сами заботиться о себе. То есть, Ной начал заниматься также размножением этих животных. То есть, он смотрел за ними и в дальнейшем животные были расселены по тем частям земли, где они находятся. То есть, так что, никакого основания для высмеивания Библии или для недоверия Библии у нас на сегодняшний день нет. Поэтому, друзья, посмотрите в Писании, сколько ною было отведено времени на строительство копчега и на сбор коллекции животных. Так что, все нормально. Библия права, насмешники опять в очередной раз показывают только лишь свою неосведомленность, свое незнание Писания и, соответственно, показывают свою глупость. поэтому, я лично как верующий не верю, что пингвины сами топали к ною, жирафы, обезьяны и все остальные животные там, африканские там, или откуда-нибудь там, с Антарктиды там, живность какая-то, или откуда-нибудь с Бразилии, что все животные сами шли к ною в ковчег. Ничего подобного. Ной за несколько лет, пока строился ковчег, он просто собрал грандиозную коллекцию животных. У него был замечательный парк животных, пока строился ковчег. После того, как построился ковчег, Ной всю свою коллекцию животных, которых он собрал за несколько лет, завел в ковчег, расселил, так скажем, по каютам, которые он для них построил. И вместе с ними благополучно пережил великий поток. И ноги Ноя с его семьей и все животные впоследствии смогли дальше плодиться и размножаться на земле и населять всю землю, равно как и люди стали дальше двигаться и жить. Так что, друзья, все нормально, всех вам благ. Вникайте в себя и в Писание. С Богом!